друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр уралки и сарафана да не забывайте писать комментарии подписываться на канал а также ставить лайки ну что друзья мои пройдемся в ночном обзоре в ночном эфире вместе с вами по последним моментом продолжаем с вами обсуждать сегодняшний ролик уралки и сарафана ну а потом конечно же с вами пройдемся по очень интересным моментом конечно как всегда да уралочка сказала ой потом я замерила давление а там 124 я как космонавт ну да уралочка тебя можно было бы собственно запускать на орбиту запускать в космос вот правда соответствующего костюма твоего размера тебе бы вряд ли смогли найти ну да говорят же 120 на 80 это да можно в космос лететь вы знаете мне очень понравилось как уралочка сделал акцент помимо того что на столе стоял букет цветов так про букет про внешний вид букета внешний вид паркета внешний вид уралки я рассказывала в предыдущих обзорах сейчас об этом говорить даже близко не буду кто не смотрел зайдите посмотрите так вот друзья мои на столе помимо букета стояла бутылочка с регидроном вы знаете мне так стало смешно уралка говорит ой я выпила регидрон у меня внутри все клокотала все дрожала ну да ребята регидрон был выставлен специально чтобы его было хорошо видно и так далее но я прекрасно понимаю для чего и с какой целью это было сделано уралочка я понимаю что такое регидрон регидрон как раз таки действительно принимают люди при отравлении когда отравились когда плохо себя чувствуют когда у них идет какой-то какой-то вот этот момент очищения организма и так далее люди принимают регидрон а мне вот знаете что интересно уралочка выставила бутылёк с регидроном уралочка а чего ж ты я понимаю я плохо себя чувствую уралочка а чего ж ты для полноты картины не выставила красный таз с блевотиной ты же сказала стоял таз на готове мало ли что и я там в этот таз ребят я просто представила эту картину но что-то вы знаете таз нам никто так и не показал ну я понимаю сейчас скажут хомяки уралки что ты смеешься у человека такая проблема еще раз делая третий обзор на сегодняшний ролик у нашей у нашей у нашей ошной уралки я хочу напомнить что уралка сегодня делая этот ролик гоготала как друзья мои лошадь приживальского ей было смешно ну соответственно если и смешно почему нам должно быть грустно мы же смотрим смеемся веселимся уралка как ты всегда говоришь ой да мы там смеёмся с афартиком всегда смеемся вот и мы всегда смеемся я-то точно смеюсь я не плачу у меня нет ненависти абсолютно ни к кому из своих подопечных мне никогда об этом не рассказывал да у меня есть неуважительное отношение к сарафану поскольку он не уважает нашу страну наши традиции хотя он сюда приехал его сюда никто за его вот какие-то там штаны и штанцы и так далее не тащил но в любом случае так вот друзья мои но ненависти у меня никакой не может быть абсолютно к посторонним людям это даже не обсуждается и вот мне просто интересно почему таз блевотиной нам никто не предоставил ну или хотя бы просто тупо таз далее друзья мои знаете мне так понравилось как уралочка начала объясняться врача вызвать надо мне смогла не стала вызевать а на прием да к чё туда идти еще два часа потом сидеть чтобы попасть на этот прием и так далее ну да друзья мои действительно врача надо вызвать не смогла а чё так мне просто интересно ведь можно было сказать и температура и тошнит и плохо и хреново и я инвалид и так далее ну да ну а то что прийти на прием к врачу и сидеть а зачем сидеть два часа а собственно можно было сходить к платному врачу да опять же заплатить деньги и прийти и на это же время которое у тебя назначено попасть к врачу короче все не слава богу нет ничего она не смогла тошнота говорит стоит до сих пор еще говорит хреплю да да друзья мои еще хреплю а про сарафана сказала что сарафан ее оставить не мог не мог ее оставить сидел над ней прямо знаете как вот над младенцем мамочка сидит да мамочка заботливая мать сидит над младенцем так и сарафан с обдушкой обдушка с бобиком под мышкой все втроем троица сидели над уралкой кто-нибудь в это верит я конечно же нет друзья мои но мне смешно далее она говорит все вартик хотел там снять какой-то ролик он постеснялся ой ребята как она любит рассказывать про то что сарафан стесняется вы знаете мы материть и костерить коренной народной россии да оскорблять славянских женщин он не стесняется факи показывать с экрана он не стесняется зиговать и выкладывать это на всеобщее обозрение под гимн президента он тоже не стесняется а что еще он там проносвай признаваться который у нас запрещен который является наркотиком 2013 года да в этом признаваться он тоже не стесняется матом крыть не стесняется а тут застеснялся блогерок снимать ролик ты жаришь это блогер как можно стесняться своей работой мне просто интересно и опять друзья мои бред про то как парни голодали фу я про этих двух кишкоблудов кишлачных уже даже честно слушать не хочу мне уже честно уже противно ребят я думаю все поняли прекрасно что бабка врала бабка сочиняла ничего у нее нигде не болело вообще хочу сказать вы знаете вот честно я вот мне вот это даже уже противно слушать вот срачка болячка кто-то обосрется да кто-то обоссыться кто-то там еще что-то у них случится они начинают все это да происходит они начинают все это выкладывать на все общее обозрение вы знаете за это время у меня у бабушки была катаракта два глаза делали как раз таки две операции да только сделали только все было хорошо поставили рак кожи я никогда никому об этом не рассказывала и целые ролики не снимал и уж тем более никакие там знаете даже близко какие-то там да донаты чтобы карты выставлять и так далее я два раза лежала в ковидной больнице моя семья у нас так получилось у нас все и наша вся семья все и взрослые и дети заболели да семья родителей заболела бабушка заболела к виду нас все одновременно заболели несколько человек у нас одновременно лежали в больнице вот я как раз таки два раза лежала ни разу я об этом даже близко не рассказывал я вообще не понимаю зачем об этом рассказывать но об этом рассказывают люди хотят которые но я понимаю еще да ладно люди которые может быть хотят вызвать какую-то жалость там еще что то зачем рассказывать о том какие у тебя проблемы каждого из нас есть какие-то свои проблемы мне многие говорят правда ты правда лежала два раза в ковидной да два раза и у меня раньше никогда не было ни бронхитов ничего даже близко такого да бац тут же моменты вот ковид как развивался ребят это очень страшно я вам хочу сказать это реально страшно то есть тут же да ты издаешь делаешь рентген все чисто тебя врач слушает чисто ты приезжаешь тебя слушают тебе говорят чисто рентген чисто через два дня у тебя уже через три дня показывает рентген двустороннее воспаление легких правда было страшно особенно в ковидное время было очень страшно никогда не рассказывал никогда не муссировала эту тему только так вот между какими-то теми людьми а с кем я общалась и кому я доверяла все а здесь обосралась обосралась обоссалась да и пережрала перепела блевала и она об этом рассказывает такое позорище вот речь лично для меня вы меня извините это реально позорище сколько раз я за это время там болела не болела я даже рассказывать об этом не буду кто у нас там болел там дети болеют да часто очень взрослые болеют да там еще какие-то моменты свои личные не знаю я такого я я вот ни разу не помню что такое кто-то что-то выносил но вот уралка хочется ей это все вынести сарафан туда-сюда опять они жрая жрать хотят опять эти кишлачные голодные жрать хотят так далее она ой ой он мне говорит наверное ты схуднула она 10 килограммов я не схуднула боже мой какие 10 килограмм ребят боже мой какие 10 килограмм мне просто интересно далее уралка опять несет чушь не слушайте никого слушайте первоисточник да о чем я вам и говорила будет где-то говорит выходить каждый день видео а то и где-то даже по два видоса ребят я как всегда оказалась права я сегодня только с утра до того как она выложила свой ролик рассказала в первом своем обзоре о том что они сейчас будут наверстывать упущенное они сейчас будут выкладывать даже не по одному а по два видоса там где можно слушайте первоисточник уралка а чё тебя слушать ты вруха коих поискать ты такая врунгильда что просто мама не говорю в общем друзья мои наша сера нож да обозралась по полной программе и все это дело вывалила на просторы ютуба для пущей убедительности пакхекала там поставила бутылек из-под ригидрона но уралочка ты знаешь у каждого в принципе в аптечке есть этот ригидрон в пакетиках без проблем абсолютно да но как-то это все со стороны смотрится некрасиво рассказала что еще таз поставила и так далее в общем ребята но рассказывала все это с улыбочкой на лице к чему бы это да да к тому что все было хорошо и прекрасно ладно переходим с вами комментарии кто-то написал с таким смаком рассказывает с чувством с толком с расстановкой о чем я вам бы сказала ребят в первом своем обзоре на на ее сегодняшний ролик и сказала не верю человек который действительно уже попрощался жизнью которому было настолько плохо что он уже все последние силы терял никогда не будет да который уже прощался там где-то молился писал завещание никогда не будет с таким смехом с таким с таким знаете с такими смешками да смехуёчками рассказывать об этом на просторах ютуба где бы то ни было и даже где-то там своим каким-то друзьям знакомым далее кто-то написала лечите печень меньше жареного и жирного но наш говорила жрала жру и буду жрать это ее девиз по жизни кто-то написал вы же блогеры нужно было снять на видео как вы мерите давление зафиксировать и показать фельдшер да не обязательно можно было вообще снимать какие-то моменты да не обязательно приезд скорой помощи надо было вообще что-то снять да опять же приезд скорой помощи почему он тебя не снимался вот всякий раз я говорю почему она не снимает приход полиции приход еще кого-то приход опеки потому что этого не было ребят если бы у нее действительно кто-то приходил она бы снимал я буду же миллион раз приводила в пример по беру иногда она говорила что к ней кто-то приходил и она снимала это дело колеса тоже не раз не единожды снимали это все было видно уралка только болтает и только говорит и ни разу никогда нигде даже близко ничего не снимал значит этого не было значит этого не было нам с вами доказывать ничего не надо я веду обзорный канал я делаю обзор по увиденному и услышанному я уралки не верю от слова совсем многие зрители ей тоже не верят по той простой причине потому что она много врет палец на враги и так далее никто же не говорит что снимайте лица врачей врача фельдшера медсестры и так далее нет нужно было снимать как они пришли их приход чтобы было слышно и так далее да еще даже близко не а почему не было а потому что ничего не было никто никуда не приходил никто никуда не прижил далее кто-то написал уля почему надо мне вызываете участкового врача занимаетесь самолечением ну значит ничего не болит вот и все а можно было бы вызвать а если даже участкового не вызвать можно было вызвать платно как мы вызываем да допустим платно врача платные сейчас люди вызывают и сделать анализы там допустим если сложно кому-то кто-то по состоянию здоровья или силу своего возрастного ценза не может приехать допустим куда-то сдать анализы для него это сложность и так далее можно вызвать все это дело надо конечно заплатить за это денежки но по крайней мере с комфортом можно все это сделать без проблем и тогда далее друзья мои кто-то написал здоровье вам но такую сказку рассказали скорая не помогла а в телеграме прям сидят доктора не болейте займитесь собой туда о чем я и говорил друзья мои ведра головы и тупицы из телеграм-канала уралки ей помогли представляете врачи не помогли медицина оказалась бессильно для нашей уралки инвалидки а вот телеграм-канале и и полтора землекопа вот эти вот фифочки до ведра головы и с ведром на башке ей помогли ну а сами уралка с сарафаном знаете загуглить что-то не смогли кто-то написал шашлычок картоха горелая вот и печень затрещала по швам ольги что мне хочется сказать ну если бы это было было все из-за чего может затрещать у нее печень то это далеко не весь перечень вот этих вот продуктов питания и так далее то что уралка жрет постоянно то что не приколочено это вот действительно это очень и очень плохо кто-то написал от зеленого чая наоборот падает давление я это точно знаю какая-то неумная особа вам могла посоветовать такое многоточие ну это явно написал какая-то хомячка уралки а мне хочется у нее спросить а ты уверена что ей кто-то такое советовал ты уверена что к ней приезжал врач или фельдшер который ей мог такое посоветовать ты это слышала а если вы хомяки это не слышите и не знаете верится только уралки на слов значит это сплетни чистой воды скорее всего это были какие-то познания самой уралки ребят или познания ее хомячих с телеграм-канала которые ей да хомячки вот эти ее хомячки да которые ей посоветовали выпить зеленого чайку а может быть это и сарафан посоветовал мы же с вами не знаем я еще раз хочу сделать акцент люди для которых эта проблема низкое или высокое давление знают прекрасно что им можно что им нельзя вообще когда у человека есть какие бы то ни было хронические заболевания запомните раз и навсегда человек абсолютно все знает про свою болячку про свое заболевание и как и что нужно лечить и какие должны быть способы лечения и так далее если человек это не знает значит у него данной проблемы просто не существует все очень просто все очень просто друзья мои тут даже знаете никуда ходить не надо вот абсолютно никуда далее далее друзья мои уралки пишут всего причина вес я знаю что пишу минус 40 килограмм и давление в норме и активность и спина букет был это отговорки простите меня ну так уралки стоит просить прощение а иначе она всех запольет загадит и так далее конечно надо срочно просить прощение на самом деле там 40 кг и не пахнет там надо скидывать кг 100 для того чтобы она могла жить более-менее нормальный ну или 80 полноценной жизнью когда ты уже весишь 220 230 кг как весит уралка то там уже знаете 40 кг как говорится роли никакой не сыграют но в любом случае надо следить за собой надо беречь себя и надо понимать что здоровье это одно да и его потом ни за какие шиши ты не купишь нигде никак абсолютно точно а вообще ребята вот давайте серьезно вот между между нами как говорится вот вы знаете что у вашего человека в вашей семье да у вашего близкого человека у вашего члена семьи есть какая-то болячка ну допустим неважно пусть будет он гипотоник или гипертоник да вы сталкиваясь с его проблемой когда у него либо падает либо поднимается давление я не то что уверена на 100 я на 300 процентов уверена что вы будете уже знать что нужно делать в той или иной ситуации какие таблетки нужно дать гипотонику какие таблетки нужно дать гипертонику чем можно помочь гипотонику или гипертонику это будет знать абсолютно любой член семьи и только в семье уралки никто ничего не знает что делать то ли зеленый чай пить то ли кофе то ли потом они очнулись тогда надо сладкий черный крепкий чай правда но то что галинка маленько говорит уже уралки полтора года только сейчас до них дочухнулась только сейчас они очухались да так вот это говорит о том если сарафан ни черта не знает что нужно и как нужно помочь уралки если бы у нее действительно была такая проблема значит они не живут вместе это раз либо так либо у нее нет никаких проблем либо и то и другое все вместе друзья мои вот так у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу по поводу выхода нашего олега я сегодня уже несколько раз высказалась и сейчас хочу в заключение сказать что я уверена что они знали что им нужно как-то свалить с ютуба и это было им просто жизненно необходимо они знали что им нужно время куда-то может быть съездить куда-то пропасть на какое-то время до что-то сделать и так далее по этой причине они придумали болезни уралки которые на самом деле даже близко не было и все это они снимали в тот самый день ну или на следующий день после дня рождения уралки как раз таки она была при параде цветы были еще абсолютно свежие поэтому все это было сделано специально и намеренно они куда-то уезжали они что-то делали они не могли на тот момент выйти это было конечно же не связано с ее болезнью потому что если бы она вышла в ее возрасте после болезни с ее инвалидностью с ее проблемами она бы выглядела абсолютно по-другому она была бы бледная чуть живая никакая ей было бы очень плохо и она бы точно не сидела бы и не гагатала как лошадь приживальского ребят вот такой обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю жду вас на ютубе после ночного обзора после общения в чате приходите на youtube и будем с вами там общаться всех целую обнимаю всем пока пока